Здравствуйте! В эфире городские новости в студии Максим Малахов. Теперь к главным новостям. Прекрасный праздник состоялся в нашем городе. День рождения Кстова. 55 лет это возраст зрелости. Праздник получился веселым и радостным. Принять участие в нем смогли почти все кстовчане. Дорогие друзья, на праздничную площадь вступает коллектив открытого акционерного общества «Кстовский хлеб». «Кстовский хлебодавод» — ровесник нашего города, основанный в апреле 1957 года. На протяжении всего периода своей деятельности предприятие обеспечивает вкусной и разнообразной продукцией жителей родного города и района. Областного центра и еще 15 близлежащих районов. Почти четверть века предприятие возглавляет заслуженный работник пищевой индустрии, почетный гражданин города Кстова, генеральный директор Александр Константинович Салов. Кстовский хлеб производит более 150 наименований хлебобулочной и кондитерской продукции. Поздравляем с праздником работников Кстовского пассажирского автопредприятия! Предприятие было организовано в октябре 1958 года, которое называлось тогда «Кстовское автохозяйство». В 2008 году Кстовское пассажирское автопредприятие реорганизовано в муниципальные унитарные предприятия «Кстовское пассажирское автотранспортное предприятие». Мы поздравляем с праздником коллектив общества с ограниченной ответственностью Нижегородский кабельный завод «Электрокабель-НН». «Электрокабель-НН» – динамично развивающееся предприятие кабельной отрасли, обладающее мощным парком современного высокотехнологичного оборудования для производства около 140 наименований кабельно-проводниковой продукции. С праздником вас, друзья! На площади открытое акционерное общество «Керма» – один из лидеров отечественного кирпичного производства. «Керма» – это современное высокотехнологичное предприятие, располагающее мощной производственной, опытно-конструкторской и испытательными базами. «Керма» уверенно занимает одно из ведущих мест среди предприятий в стройиндустрии России. С праздником вас, дорогие друзья! На праздничную площадь вступил коллектив закрытого акционерного общества ДСКНН. В соответствии с проектом ДСКНН построит по улице Родионова 55 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса. В приоритете компании использование комплексного подхода при разработке проектов планировок и межевания территории. «Приветствуем коллектив предприятий «Водоканал». Основная деятельность предприятия – предоставление услуг водоснабжения и водоотведения на территории Кстовского района. Предприятие осуществляет свою деятельность в городе Кстово и еще в 54 населенных пунктах района». Дорогие друзья, в праздничном шествии колонна «Общество с ограниченной ответственностью – связист». Генеральный директор Лебедев Сергей Александрович. «Общество-связист» является членом Ассоциации операторов телефонной связи России и входит в тройку крупнейших операторов фиксированной местной телефонной связи Нижегородской области. Деятельность компании, как оператора связи, многократно отмечалась благодарностями администрации Нижегородской области, Кстовского района и Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Численность персонала – 165 человек. Компания «Связист» предоставляет следующие услуги. Высокоскоростной доступ в интернет, кабельное аналоговое телевидение, кабельное цифровое телевидение, цифровая телефония. В день рождения города Кстова нефтеперерабатывающий завод компании «Лукойл Нижегороднефтьорксинтез» посетила правительственная делегация в составе губернатора области Валерия Шанцева, депутата законодательного собрания Андрея Спирина, а также руководство завода, в том числе глава компании «Лукойл» Вагит Олегперов. Гости совершили рабочую поездку по основной промышленной площадке и территории товарно-сырьевого производства. Ознакомились с принципами управления технологическими объектами завода из центрального пункта управления, побывав в здании так называемой «Единооператорной». О программе модернизации предприятия, производственных показателях, инвестиционных проектах, экологических мероприятиях, проводимой социальной политикой для работников, рассказал генеральный директор «Лукойл Нижегороднефтьорксинтез» Алексей Коваленко. В ходе визита детально обсуждалась грандиозная инвестиционная программа развития предприятия на ближайшие шесть лет, в том числе начавшееся строительство комплекса каталитического крекинга-2. Грядущий важный проект – строительство гидрокрекинга тяжелых остатков, для которого уже идет выбор лицензиаров и подготовка проектно-сметной документации. Как отметил президент компании «Лукойл» Вагит Олегперов, до 2018 года инвестиции компании в развитие Нижегородского НПЗ составят около 150 миллиардов рублей. Ввод новых мощностей позволит увеличить глубину переработки до 90% и полностью обеспечить центральные регионы России высококачественным бензином и другими видами топлива стандарта Евро-5. 28 сентября в ДК «Нефтехимиков» состоялось долгожданное открытие нового кинозала. Кинозал на 540 посадочных мест, оснащен самым современным кинопроекционным и звуковым оборудованием, инновационной системой 3D Digital, соответствующим современным мировым стандартам. Этот подарок компания «Лукойл» приурочила к юбилею города. На открытии присутствовали почетные гости – глава города Алексей Коваленко, глава Кстовского муниципального района Алексей Кузнецов, директор Дворца культуры «Нефтехимиков» Валерий Тарасевич. Кинозал премьерного показа – это значит, что зрители могут увидеть все важнейшие новинки мирового кинематографа одновременно со всем миром. В планах кинозала – ретро-показы, детские абонементы, сеансы с розыгрышем призов и много интересного. У нас сегодня замечательный день, у нас наконец-то открытие долгожданного кинозала. Мы очень давно готовились к этому, поэтому сегодня у нас много гостей, зрителей, мы безумно рады этому и как бы хотим, чтобы это было красиво, уютно и здорово. Наш кинотеатр, кинозал оборудован новейшим звуковым цифровым оборудованием по всем мировым стандартам последнего времени будут показываться премьерные фильмы мирового масштаба российского кино. То есть все мы стараемся делать со старта, с первым экраном показать. Во-первых, будут учитаны все социальные позиции. По понедельникам мы планируем делать день для пенсионеров. Они могут посмотреть наши премьерные фильмы по сниженным ценам, то есть 50 рублей, естественно, для студентов будут какие-то скидки, для деток до 7 лет, ну и так далее. То есть мы все это рассматриваем, все это будет. Ну, естественно, мы планируем детские абонементы. Все детское население нашего города, мы ждем на наши каникулярные праздники. Много сюрпризов, много всего интересного. Ну, я не буду раскрывать все секреты, но я думаю, что им понравится, и это будет как бы в традиции нашего кинозала. Кино, зерно, кока-кола – это все неотъемленная часть кинопоказа. Ну, пока мы немножко, так сказать, в странной позиции в этом отношении, но, тем не менее, мы будем стараться, естественно, все это будет предоставлено для наших зрителей. График работы мы работаем с 10 часов утра и до самого позднего, то есть последний сеанс, вот буквально на следующей неделе стоит 21.30. Поэтому мы ждем всех, кто работает в первую смену, во вторую смену, то учатся в первую смену, во вторую, все посмотрят наше кино. Билеты можно приобрести в кассе нашего Дворца культуры, приходите к нам в кино, вам очень понравится, а мы все для этого сделаем. На минувшей неделе в кафе «Бульвар» состоялось подведение итогов и торжественное награждение участников конкурса на лучший подъезд и лучшая придомовая территория. Впервые в нашем городе при поддержке Комитета управления микрорайонами был организован конкурс на лучший подъезд и лучшую придомовую территорию. Спонсорами выступили депутаты избирательного округа номер 5 Сергей Макшанцев и Владимир Байдуков. Мы объявляли в СМИ конкурс на проведение лучшей подъезда, лучшей придомовая территория. Люди откликнулись. Самое главное, что результат есть. В течение месяца можно было подготовиться, подать заявку. Комитетная комиссия обошла все адреса, оценила и сейчас подводим итоги. И вот победители вот этого конкурса собрались сегодня на встрече с депутатами. Депутаты, естественно, поощрят за первое место личные деньги 50 тысяч, выписан сертификат, за второе и за третье место 15 тысяч. И все участники получат благодарственные письма депутатов городской думы, комитетами управления микрорайонами города Кстова. Помимо главных денежных призов, каждый участник был отмечен благодарственным письмом и коробкой шоколадных конфет. А лучшим из лучших стал двор по адресу площадь мира, дом 1. Я очень рада, мы вообще-то надеялись, что мы какой-то приз завоюем, потому что мы работали целый месяц, ну, по благоустройству осенью. Палисадниками мы занимаемся давно, благоустройством тоже. Тут возникла идея, что сделать что-нибудь, какие-нибудь скульптуры. И вот мы решили из дерева поделки делать. А вот идея то, что поучаствовать, думаем, а почему бы и не попробовать, почему бы и нет. Да, мы с Владимиром Александровичем сложились тут, ну, считаю, что достаточно серьезные личные средства потратили на организации, на призы. Надеемся, что в будущем наши призы будут еще более весомые, да. Но вот сама изюминка-то конкурса, эти деньги нельзя потратить куда-то на другие нужды. Только на благоустройство своей территории, дом куда хотите, но только на это. Хочется, чтобы немножечко поменьше было у нас равнодушных людей, которые пройдут мимо какой-нибудь брошенной бумажки, завтра мимо еще чего-нибудь брошенного. Ну, чисто там, где не мусорят. Цель проведения этого конкурса, чтобы действительно наш город был благоустроенный, красивый, ухоженный, в конце-то концов. Чтобы людям в нем жилось комфортно и хорошо, чтобы не было грязи. Ведь каждый житель может внести свою лепту. Пусть небольшой, не ждет, когда придет дядя и что-то сделает. Пусть люди сами стараются, раз они тут живут. Но в квартире же каждый наводит порядок. А почему же в подъезде своем не навести порядок? Почему во дворе не навести порядок? Ждем, когда придет дворник. Но самим нельзя ради убрать? Я думаю, можно. И ничего зазорного в этом нету, кстати. Каждый у себя и на огороде работает, и тут. Если кто-то приберет что-то за кем-то, ну, что в этом плохого? Ну, двор-то будет чистый. Ведь, как говорит поговорка, чисто не там, где метут, а там, где не мусорят. Вот и надо придерживаться ее. КОНЕЦ Череду подарков ко дню города продолжает сюжет об открытии детского городка сказка на улице Жуковского. Уважаемые старчане, сегодняшнее праздничное событие, показатель того, что есть у нас в городе люди, которые не на словах, а на деле, действительно любят свой город, любят своих детей. Вообще всех детей, проживающих в городе. И не только красивыми словами в газете, а на деле подтверждают это. Огромное спасибо Николаю Николаевичу за этот подарок маленьким горожанам, нам, родителям этих детей. Я надеюсь, что вот эту красоту мы сможем сохранить надолго. Вот я верю, что такие детские уголки будут в каждом дворе. Что наши депутаты, не только городской думы, земского собрания, смогут принести вклад в культурное развитие нашего города. Так, огромное спасибо еще раз нашим депутатам и Файдукову Владимиру Александровичу, и Макшанцу Усигея Викторовичу. Ну и отдельный поклон, конечно, Николаю Николаевичу Герасимову. Спасибо вам огромное. Я сегодня сделал подарок своему любимому городу Кстова. Я сделал детский городок, так, как я его вижу. Не просто там какой-то полугородок, но по мотивам русских народных сказок. Под знаменем любимый Кстова, часть России, а родина начинается здесь. Я очень благодарен за поддержку, безусловно, главе администрации Солохудинову Эдуарду Ильгизовичу. Каждый день практически приезжал, смотрел, чем помочь, чем помочь. То, что просто мало, я просил у него помощи, а делал своими силами. Но участие принимали три депутата. Байдуков, Макшанцев и Гоголев. Ну, я хочу пожелать детишкам здоровья, благополучия, процветания. Дай Бог, чтобы они росли и радовали своих родителей. Пожалуйста, примите от нас этот подарок. Дорогие взрослые, постарайтесь сохранить. Ведь, в принципе, все зависит от нас. Как мы будем относиться вот к этой красоте, как мы будем ее поддерживать, так оно и будет у нас, в наших сердцах. Нам очень нравится, нам очень удобно с этим парком. Мы уже давно тут гуляем, пока они даже строились. Очень хорошо для таких маленьких деток. Большое, конечно, спасибо. Это радость детям. Кстова нет ни одного места, где можно детям поиграть, повеселиться. Первый человек, который это сделал, это Николай Николаевич. Вообще мероприятия очень хорошие. Я считаю, должно быть больше детских площадок для детей. Потому что играть мало где. Во дворах очень много, что не построено в детской площадке. Здесь давно не было детской площадки. В последний раз, когда я была ребенком, даже здесь живу, здесь было только пару турников, даже качелей не было. Сейчас у меня детей двое, так что у бабушки есть где им гулять. Я рада. Нам очень понравилось. Слово, что думают о детях. А, скажите, вообще, парки необходимо строить? Да. Потому что детям негде гулять. Нечем заниматься. Во дворах им тоже нечем делать. Приходится в такие городки выходить, когда строят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Оставайтесь с нами и узнавайте новости первыми.